Приветствую счастливых обладателей карповых корабликов! С чем все сталкиваются перед первой рыбалкой, это правильно зарядить аккумулятор. Но перед тем, чтобы зарядить правильно аккумулятор, нужно немножко настроить зарядное устройство. Зарядное устройство у вас, вероятнее всего, будет iMax. Аккумулятор, скорее всего, у вас будет литий-ионный 3S, либо литий-полимерный. И что нам нужно сделать? В первую очередь вы включаете зарядное устройство, кнопочкой Stop выходите в самое верхнее меню и находите такой пункт, как User Set Program. Через кнопку Enter в него заходите, листаете до настройки отключения по входящей емкости. Здесь у вас стоит включено он и на 5000 мА. То есть, как только ваш аккумулятор получит 5000 мА, зарядка автоматически выключается. Это вам не нужно, поскольку аккумуляторы, как правило, от 10, 15, 18 тысяч мА по емкости. Естественно, нам 5000 мА не хватит. Чтобы выключить эту функцию, вам нужно нажать Enter. У вас мигает он. И вы его меняете стрелочками. Вот внутри у вас стрелочки лево и право. Меняйте на Off. Этот режим отключает заряд при истечении определенного времени. Сейчас стоит включено на 120 минут. Обозначает, что через 2 часа заряда, зарядка автоматически выключается. Точно так же меняем этот пункт меню на Off. И выходим с этих настроек. Дальше мы подключаем аккумуляторы к зарядному устройству. У нас есть здесь выход плюс и минус. Естественно, красный это плюс, черный это минус. И подключаем его к нашему зарядному устройству через разъем XT60. А у вас может быть коннектор Т-образный, но в зарядке всегда есть переходничок. То есть мы сначала вставляем переходничок. Они заходят туго. И подключаем аккумулятор через разъем XT60. Включили. Следующее, что нам необходимо, это поставить балансировочный разъем. Вы его сможете поставить только в конкретное место. И полярность у вас перепутать не получится, поскольку здесь есть направляющие фиксатора. Вставляем это у нас 3S. Сверху, посерединке. Ищем пункт меню. LiPoBat. Нашли. Программ селект, LiPoBat. Нажимаем Enter. У нас сразу появляется LiPoCharge. Это то, что нам нужно. Параметры, которые здесь выставляются. Это ток заряда и тип аккумулятора. Ток заряда для 3S 2 А вполне хватит. Можете до 2,5 дохнать. Если будете заряжать от автомобильного аккумулятора, советую скинуть до 1,5, а то и 1. Итак, нажимаем Enter. Мигает у нас ток заряда. Можно его менять. Нажимаем еще раз Enter. Выбираем тип аккумулятора. 11,1 вольт, 3S. Справа у вас в скобках подписываются. Это не 35, это 3S. Точно так же здесь до 6S можно дойти. 4, 5, 6. От 1S до 6S. То есть 1S у нас 3,7. 2, 7, 4. 3S 11,1. Это средний уровень аккумулятора 11,1. По факту 3S у вас будет 12,6 вольт. После того, как мы настроили ток заряда и тип аккумулятора, зажимаем кнопку Enter и держим до характерного писка. Идет проверка батарейки. Итак, у нас зарядная видит, что аккумулятор подключен 3S. Мы выставили 3S. Значит, все в порядке. И нажимаем еще раз Enter. Заряд пошел. Здесь нам показывается тип аккумулятора, напряжение, которое сейчас поступает, и вольтаж самого аккумулятора. Сейчас у нас аккумулятор практически заряжен. 12,48. Ниже мы видим, что идет у нас время и количество миллиампер, которые вошли в ваш аккумулятор. Последнее значение не настоящее, но примерно ориентироваться можно. Если нажать на стрелку вправо, мы увидим напряжение по каждой ячейке аккумулятора. То есть у вас 3S, одна ячейка, вторая и третья ячейка. Точно так же, если у вас будет 2S, у вас будет всего два значения, один S, одно значение, ну и так далее. Эти значения должны быть всегда равны. Если у вас какое-то значение сильно отличается от остальных, значит у вас проблемы с балансировкой. После завершения заряда аккумулятора, когда он дойдет до 12,6, зарядное устройство пропищит, характерно, три раза длинными пиками, и заряд остановится. Обязательно, перед тем, как вынимать аккумулятор из зарядного устройства, отключайте кнопочкой стоп. Вы отключили, а потом уже вынимайте разъемы, балансировочные разъемы, и выключайте зарядные сети. Либо уже просто выключайте зарядные сети и вынимайте разъемы.